Где твоя шляпа, все спрашивают у меня. Ну как, она ушла погулять, как нос майора Ковалева. А поскольку место освободилось на голове, на этом месте выросли уши. Так что вот, сегодня мы идем в Петропавловскую крепость, на Зайчий остров, поэтому появление ушей здесь весьма оправдано. Мы с вами начинаем с Иоанновского моста, это традиционный вход в крепость. На самом деле, в наши дни сюда, на Зайчий остров, ведут всего два моста, Иоанновский и с другой стороны Кронверский. Этот мост первый в городе. Ну, как всем известно, Петр Первый мостов не любил и строить их не приказывал. Он хотел приучать своих подданных к большой воде, он хотел построить новый Амстердам, об этом я еще скажу. И более того, то есть не просто, чтобы люди перемещались по воде, а в том числе для того, чтобы они осваивали морское дело. Но когда начали строить крепость, естественно, нужна была логистика. Подавать в крепость, привозить сюда строительные материалы. Отсутствие моста какого-либо вообще затрудняло стройку, она затягивалась. Поэтому все-таки подданные уговорили Петра Первого построить мост, и вот он был построен. Он, конечно же, изначально был не такой, он был наплавной, плашкоутный, но со временем вот он трансформировался в такой. Это более-менее исторический его облик. По нему при желании может проехать автобус, но обычно вот автобусы с туристами заезжают не здесь, а как раз-таки по второму мосту. У нас здесь одна из известных маленьких скульптур в городе, вот этот вот зайчик, зовут его Арсений. Заяц с прошлым, так сказать, его и воровали, и повреждали. Однажды в сваю даже врезался катер, в общем, помотала зайца. Но, как видите, сейчас с ним все хорошо. Он отреставрирован не так давно, в него кидают монетки. Ну, потому что, если ты попадешь монеткой в зайца, то тебе будет успешный успех в жизни. А если нет, то история умалчивает, придумайте сами. Но, соответственно, остров зайчик, почему здесь сидит этот зайчик? Потому что зайчий остров. Есть множество разнообразных легенд. Часть из них, конечно, притянута за те самые за уши. Одна из самых таких распространенных, ну и, возможно, правдоподобных, что древние племена финно-угров, которые жили на этой территории, поклонялись богу плодородия, которого они персонифицировали, представляли себе как зайца. Именно поэтому остров зайчий. Есть совершенно простые объяснения. Ну, типа зайчий остров, потому что здесь жили зайцы. Ну, в таком случае на Медвежьем острове жили медведи, на Лосином – лоси. Ну, а на Березовом, вероятно, березы. Потому что все эти названия островов у нас есть. Так что это остров декабристов, там жили декабристы. Но до этого он назывался Голодай. И это отдельная история. От английского holiday это трансформировалось. Но сейчас не об этом. Мы идем по брусчатке. В общем-то, говорят многие гиды, в том числе, что это историческое покрытие. Ну, как историческое, естественно. Это конкретно восстановленное. Но можно себе представить, как примерно выглядели дороги того времени. Ну, а вообще-то, это еще вип-покрытие. Потому что раньше толком-то дорог и не было. Максимум покрывали их досками, деревом. И это максимум. Вот почему обувь была очень дорогая. Потому что она быстро очень изнашивалась на вот таком вот покрытии. Так вот, возвращаясь к зайцам. Есть еще одна милая легенда о том, что строительство крепости затягивалось. Разгневанный царь Пётр I приехал сюда инспектировать эту стройку. Ну, разгневанный. И он каким-то... Ну, тут воды всегда было много. Вступил в некую лужу, видимо, по колено. Набрал в ботфорты воды. Снял ботфорд, чтобы вылить эту воду. И тут ему на ботфорд зайчик запрыгнул. И сердце царя дрогнуло. Он растрогался. И всем все простил. Но у меня возникают, конечно же, вопросы по поводу того, дрогнуло ли сердце царя при виде зайчика. Но потому что человек, который впоследствии будет пытать своего сына, я не думаю, что он отличался мягким характером. И вот мы сейчас заходим в Иоанновские ворота. Если обратите внимание, здесь написано 1740 года. И многие спрашивают, какой 40-й год, если крепость стали строить в 1703 году. Почему здесь отмечена именно эта дата? Дело в том, что изначально крепость была построена, ну, мазанкового типа, из земли, глины, дерева, таких подручных материалов. А потом, после постройки, стало очень быстро понятно, очень приятно, как люди ходят и толкаются. Давай чуть-чуть пройдемся в эту сторону сразу. Так вот. Стало быстро понятно, что нужно построить, перестроить это стратегически важное сооружение в камне. И начали его перестраивать. И, соответственно, дата 1740 год – это дата окончания перестройки крепости в камне. Почему Иоанновский мост? Мы с вами миновали Иоанновский равелин и зашли еще не в крепость, кстати. Многие проходят сквозь ворота и думают, о, мы в крепости. Нет, мы еще не в крепости. С другой стороны, точно такое же сооружение Алексеевский равелин. Названия эти были, ну, окончательно появились во время правления Анны Иоанновны. Это племянница Петра Первого, если вы помните. И названы они были в честь Иоанна Пятого, это ее отец, и в честь ее деда, царя Алексея Михайловича, он же по совместительству отец Петра Первого. Так вот, здесь немногие знают, что в крепости есть музей космонавтики и ракетной техники. Вот здесь он как раз расположен. Мелочь, а удивительно. Дело в том, что когда-то в советское время здесь была расположена газодинамическая лаборатория. Проводили испытания, исследования, и первые советские ракеты конструировали здесь, в Петропавловской крепости. Ну, и впоследствии вот это все трансформировалось в музей космонавтики и ракетной техники. Так что при случае можно сюда сходить. Так вот, на месте, где мы сейчас с вами идем, когда-то была вода. Был ров, получается, между равелином и стенами крепости. Соответственно, с той стороны то же самое. Для чего он, собственно, был сделан? Для дополнительной защиты. Если враги захватывали равелин, то им нужно было преодолеть еще и ров с водой. Плюс, если обратите внимание, можно показать, что стены крепости самой выше, чем уровень равелина. Это тоже сделано было намеренно для того, чтобы... Ну, если враг захватывает опять же равелин, здесь со стен крепости его обстреливают. Давай подойдем к карте и поговорим о том, почему вообще крепость здесь Петр I решил строить. Как вы все помните, из курса истории, минутка истории в нашем классе, после смерти Ивана Грозного наступило смутное время. Время всех этих лжедмитриев и так далее. И смутное время, когда государство было максимально ослаблено, и этим воспользовались все наши прекрасные соседи. Ну, в частности, шведы с севера. И захватили эту часть территорий. А изначально она была исконно русская, принадлежала Новгороду. И вообще здесь проходил по Неве в сторону Балтийского моря, в путь из Варяг в Греки. Важный торговый путь. Так вот, эти территории захвачены. И Петр I, когда приходит к власти, он понимает, что нужно вернуть эти русские земли, потому что нужен выход к морю, нужно развитие армии, развитие флота и развитие торговых путей. Именно поэтому он начинает войну со шведами. На престоле у шведов в то время сидит 18-летний мальчик, Карл XII. И начало Северной войны, это, в общем-то, поражение России под Нарвой. Им потерпели поражение. И Карл XII решил, да и фигня. Отвлекся на Западную Европу. Тем временем Петр начал укреплять армию, строить флот. И первая такая основная точка, которую отбили русские у шведов во время Северной войны, это была крепость Нотебург, крепость Орех, Шлиссельбург. Крепость, когда захватили, комендант крепости передал ключи Петру. Отсюда ключ-город, название, которое дал Петр Шлиссельбургу, так и переводится. Вторая важная точка, это крепость Ниншанс. Это такая тоже древняя крепость шведская. Вот здесь сама крепость располагалась, а с этой стороны на берегу был её кронверк. И после захвата Ниншанса у Петра встал вопрос, что можно эту крепость укрепить и закрепиться, соответственно, на этих территориях. Но это сейчас центр города, это Охта, вот эта вот Охта сторона. Ну то есть фактически это центр. Раньше это было место ещё, ну как бы не совсем оно близко к заливу, к воде. Плюс у него было ещё два основных минуса. Во-первых, крепость шведская, а шведы её, значит, хорошо знают. Её нужно было перестроить, модернизировать, она была старая. Плюс шведы, которые находились в Выборге, то есть на севере, они могли спокойненько вот тут по суше подойти к ней, то есть не очень. И Петр первый стал искать место и нашёл. Вот этот маленький остров Заячий, если так посмотреть, он действительно микроскопический относительно другой суши. Он со всех сторон окружён водой, гораздо ближе к выходу в море. Плюс здесь Нева на два рукава расходится, и, соответственно, можно было всю территорию острова занять крепостью. Ну, опять же, есть та самая легенда, когда Пётр, здесь они высадились, он срубил несколько веток дёрна, положил их крестом на землю и сказал, здесь быть городу. Пролетел орёл, посчитали прекрасным предзнаменованием. Да-да, у нас над Питером орлы постоянно летают, как мухи. Ну, вы поняли. Ну, есть дополнение к этой теории, такое оправдательное, что орёл был, значит, тут он давно жил, его шведы прикормили. Ну, в любом случае, Пётр первый выбирал это место очень, скажем так, грамотно, взвешенно. Вот эти мемы, когда я пришёл на болото и решил тут город строить, это, конечно же, всё очень смешно. Но на самом деле всё было продумано государем. И строят крепость. Крепость бастионного типа. Опять же, раньше в былые времена и на Руси не только крепости строили башенного типа. Это было связано непосредственно с развитием оружия. Если раньше войну как вели, стреляли из лука, из арбалета, какие-то орудия, ну, не такая у них дальность. Враг подходил обычно близко к стенам крепости, и его там поливали горящей смолой, камнями закидывали. То начало 18 века, это уже вовсю развитие огнестрельного оружия, у которого дальность стрельбы гораздо, ну, гораздо дальше, мощнее. Поэтому стали строить крепости и в Западной Европе, и по образу и подобию вот бастионного типа. Здесь шесть бастионов. Стены крепости называются Куртина, там внутри казематы. Ну, каземат у нас ассоциируется, естественно, сразу с тюрьмой, но это просто помещения, которые использовались для самых разных нужд. То есть и для хранения продуктов, и для размещения гарнизона, и для, ну, то есть и как цейгаус, то есть склад, но, естественно, и тюрьмы тоже тут были. У каждого бастиона был, так сказать, свой куратор, приближенный Петра. Если вот это вот государев бастион, то есть Петр сам за ним следил. На нем, кстати, впервые появился в городе маньяк, и впоследствии там еще ботик Петра, когда его привезли из Москвы, он там тоже хранился. Даже был приставлен к нему караул. Ну, и остальные бастионы имели имена, точнее, фамилии из подвижников Петра, они сейчас так называются. Неншиков, Головкин, Зотов, Трубецкой, в котором тюрьма, и Нарышкин. Там, где сейчас стоит установлена пушка, стреляющая в 12 оклок. Ну, и вот, кстати, на этой схеме очень хорошо видно, что здесь вода, здесь плотины. Остатки плотин сейчас существуют. Такие вот, посмотри, на камере, может быть, это будет незаметно, но там такое овальное сооружение, это батардо называется. Это остаток вот этой вот плотины, то есть двух сторон. Потом впоследствии засыпали, когда уже стало понятно, что крепость не играет уж такой боевой роли. Плюс был прорыт ров еще по территории крепости, но для того же, для чего прорыты все остальные рвы. Для подачи воды в крепость, плюс по ней проще доставлять было строительные материалы. Ну, и, в общем-то, все, что угодно, и продовольствие. И вот мы сейчас будем заходить в город. Санкт-Питербург. На голландский манер он был назван. Ворота эти называются Петровские, город Петербург. Изначально город это была крепость. Назван он на голландский манер тоже в честь не Петра, как многие думают, не Петра Первого, а апостола Петра, небесного покровителя и города, и Петра Первого. И вот эти Петровские ворота, это один из таких немногих элементов, которые в крепости абсолютно выглядят так, как он выглядел при Петре Первом. Он неоднократно въезжал и выезжал в крепость через них. Он, например, сюда въезжал, когда ехал на допрос к своему заключенному сыну, ну, и в том числе, чтобы его пытать. Ну, и когда Петр Первый умер, то гроб с его телом тоже внесли через эти ворота. Вот этот двуглавый орел над воротами, он весит практически тонну, и его хотели снять в советское время, естественно, но не сняли, потому что он очень тяжелый, кому-нибудь на голову упадет классно, у меня фантазии, извините. А над ним барельеф, это аллегория. Дело в том, что сейчас мы изучаем, что это такое, что же это означает, этот прекрасный барельеф. А раньше люди того времени, современники Петра, они смотрели на него, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Я подставлю еще картинку покрупнее, чтобы было видно. В общем, там такой мужичок падает с неба, рядом с ним чертики с крылышками. И вот он падает на собор, а внизу стоит, ну, внизу много народу, и стоит на коленях в римской тоге отдельно человек и молится. Автор этого прекрасного барельефа Конрад Оснер, и называется он официально «Низвержение Симона Волхва». Это была легенда о Симоне, который, ну, по сути, он волшебник или колдун, он обманным путем подговорил чертиков, они ему помогли вознестись на небо. Но апостол Петр узнал об этом, стал молиться, Симон был разоблачен, и его низвергли вниз. Так вот, этому Симону придано портретное сходство с Карлом XII, который потерпел поражение в Северной войне. А в образе апостола Петра зашифрован сам Петр I, который своими молитвами помог, в общем-то, этому городу выжить и, опять же, победил в Северной войне. А собор – это, опять же, у него сходство с первой версией Петропавловского собора, то есть примерно так выглядела первая. Ну, по сути, даже не собор, а скорее как церковь. Ну и по двум сторонам здесь у нас две скульптуры. Я бы не сказала, что они такие высокохудожественные красотки, как по мне, ну, так себе выглядят. Но, тем не менее, Белонна – богиня воинственная, и Минерва – богиня мудрости. Ну, то есть храбрость и мудрость. Почему они здесь расположены? Это тоже добродетели, которые были присущи Петру I, и которые ему непосредственно помогли победить шведов. Это было очень важно, поэтому у нас очень много зашифровано подобных аллегорий. Если поехать в Петергоф, там тоже, что не скульптура, то аллегория на этот счет. И вот мы, наконец-то, зашли в город. Почти 20 метров толщина стен у крепости. Прикол заключался в том, что как раз-таки крепости не нужно было строить очень высокими. Важна была именно толщина стен. Ну, и плюс на каждом бастионе располагалось множество пушек, множество орудий. Таким образом, что это позволяло вести перекрестный огонь по всех вообще направлениях. Вот. Но известный факт, что крепости Петропавловской посчастливилось не поучаствовать ни в одном боевом сражении. Есть свидетельства о том, что еще в начале 18 века пару раз ее пытались штурмовать, но это, кстати, не точно. Но в основном она очень быстро трансформировалась в политическую тюрьму. И об этом мы еще тоже поговорим. Мы сейчас с вами идем по улице. Ну, в 18 веке здесь был канал, мы бы тут поплыли. Но в любом случае улица за счет вот этих вот домов справа и слева выглядит примерно так, как выглядел весь Петровский Петербург. Слева это инженерный дом. Здесь располагалась инженерная бригада. Но когда мы говорим инженерная, мы подразумеваем не совсем то, что мы имеем в виду сейчас, что инженер это человек, который там что-то проектирует. Да, они проектировали и разрабатывали, но это больше в то время означало, ну как сродни ЖКХ современным. То есть это бригада, которая отвечала и за ремонт, и за благоустройство территории городской. И здесь после окончания училища некоторое время служил Федор Михайлович Достоевский. Вот здесь, в этом доме. А вот это серое прекрасное строение, ну как прекрасное, даже стиль архитектурный тут сложно назвать. Ну не скажешь даже, что это Петровская барокко, потому что это просто Цейхаус. Это склад. По большому счету здесь, опять же, в разное время оно меняло свою функцию. Но в основном такая утилитарная была функция. В Великую Отечественную войну и в блокаду здесь располагался цех, где чинили автомобили, которые обслуживали дорогу жизни. Поскольку дорога жизни это вообще, наверное, самое важное сооружение, связанное с блокадой и войной, которое позволяло выживать этому городу. Соответственно, чинить эти машины, которые постоянно ломались, и просто какие-то профилактические работы нужно было где-то. Вот здесь это делали. И что еще немаловажно, вот этот вот инженерный дом, это как раз-таки образцовый проект. Ну лично у меня, ну как бы не сейчас, но раньше, когда говорили типовой проект, именно типовой, не образцовый, сразу ассоциация идет с некими, ну там, не знаю, хрущевками. Типовое строительство, логично. Но типовые проекты возникли задолго до хрущевок, а как раз-таки во времена Петра Первого. Были, скажем так, разработаны три типа домов основных. Для подлых граждан, то есть для простых, для крестьян, которые платили подать. Самые простые. Для зажиточных, для тех, у кого были денюжки. И для именитых, у которых, ну, соответственно, еще и какой-то статус был. Так вот, вот этот вот инженерный дом, это типовой проект для зажиточного горожанина. Для чего это делалось? Для того, чтобы город, который разрастался вокруг крепости, имел какой-то, ну, грубо говоря, единый архитектурный код. И выглядел приемлемо. Потому что изначально, когда здесь только построили крепость, точнее, строили, в город приехало несколько тысяч простых людей, крестьян из разных губерний, все на строительство. И где они в основном жили? На территории современной Петроградской стороны. Ну, и в чем они жили? Соответственно, в каких-то бараках, землянках, наскоро собранные из дерева, в общем-то, дома. Ну, и чтобы вот это вот стихийное строительство не допускать, нужно было сюда прийти, посмотреть типовой проект. Если ты хотел построить себе дом, либо тебе царь Петр приказывал построить дом, то, пожалуйста, посмотри, как правильно делать, и строй. Вот мы подошли к одной из моих самых любимых скульптур в Петербурге. Да, Петр собственной персоной. Очень противоречивая скульптура. О ней до сих пор ходят всякие споры, и некоторые у нас граждане возмущаются, пишут петиции с требованием убрать этого Петра отсюда. Скульптор Шемякин, и поставлена она здесь. Очень смутное для страны время в 1991 году. Дело в том, что здесь есть один элемент, который абсолютно точно передаёт точный облик Петра. Это голова. Потому что он использовал посмертную маску гипсовую, которую ещё Карло Растрелли сделал. Карло Растрелли – это у нас папа Франческо Бартоломео Растрелли. Если вы помните этого архитектора, соответственно, он автор Зимнего дворца, той версии, которую мы с вами сегодня видим, Екатерининского дворца в Царском селе, ну, ещё много всего он построил. Так вот, голова – это, ну, прям достоверно. Всё остальное намеренно Шемякин удлинял, трансформировал, чтобы показать, скорее, даже не столько, что Пётр Первый был физически странного облика, он и правда был странного, а чтобы показать тоже вот противоречивость его натуры. И здесь вот это вот удлинение намеренное, вот эти вот непонятные паучьи пальцы, такие вот длинные тоже ноги, колени, в общем, всё это взято из канонов русской иконописи. Там обычно тоже голова маленькая и удлинённая, не очень пропорциональное тело. Ну, а Пётр Первый вообще, в принципе, был странный для своего времени человек, он правда выглядел странно, 2 метра, 4 сантиметра у него был рост, при этом довольно узкие плечи и довольно широкие бёдра, то есть такая голова, ну, голова, фигура груши. И маленький размер ноги, 38-й или 39-й. Здесь, кстати, у памятника тоже удлинённая стопа, поэтому здесь скульптор, конечно, приукрасил Петра. И для людей того времени, которые в целом были более низкорослые, Пётр Первый производил крайне странное впечатление просто вот своим ростом и, соответственно, вот таким вот телом. Ну, а здание вот это вот оранжевое с белыми колоннами – это здание Гаупахты. Сейчас там располагается администрация музея, сидит на Гаупахте. Дом этот неоднократно тоже перестраивался, изначально он был вообще одноэтажный. И, в общем-то, для чего нужна Гаупахта? Правильно, для того, чтобы там содержать преступников, вести следствие и так далее. Например, там содержался после дуэли Пушкина его, хотела сказать, товарищ, короче говоря, Дантес. Его арестовали и привели сюда. И вот он там содержался до выдворения из России. И Данзас, а не путайте Данзас и Дантес – это два разных человека. Данзас был его секундантом, другом, бывшим лицеистом. Именно он перед дуэлью ездил за дуэльными револьверами. Ну, и поскольку дуэли на тот момент были запрещены, то это, в общем-то, было преступное дело. И вот они тут содержались. А открытая местность, ну, сейчас тут просто лужайка, когда-то здесь был плац, на котором маршировали солдаты в крепости. И в том числе есть еще вторая версия, что эта площадь называлась Пельсовая. А Пельсовая она называлась не потому, что здесь проводили балы и прекрасные мероприятия, а потому что здесь наказывали преступников, привязывали их к столбам и ставили на такие специальные конструкции с шипами. И они как бы, ну, не могли на них стоять статично. Именно отсюда типа плясали. А мы пройдемся как раз к Невским воротам. Раньше выходов из крепости было больше, чем сейчас. Впоследствии часть из них была ликвидирована, но это вот один из таких самых знаменательных выходов. А по правую руку от меня это комендантский дом. Он тоже неоднократно перестраивался. Собственно, дом, в котором жил комендант. Но не только жил, он там еще и работал. Там была канцелярия. Все важные дела вел комендант. Вообще он, в принципе, после императора, ну и после губернатора города, пожалуй, был. То есть второе-третье лицо в городе по важности. Именно комендант мог без спроса, без предварительного согласования явиться к императору на прием при каком-то срочном событии, если какое-то дело было важное. Здесь происходили разные важные дела, в том числе связанные с комендантом. Ну, например, здесь допрашивали и пытали декабристов в этом комендантском доме. Но вообще комендант должен был регулярно находиться в крепости постоянно, поэтому здесь он проживал. Дополнительно выделяли коменданту еще и дачу. Как раз таки в топонимике города сохранился комендантский проспект. То есть это не случайно, когда там был комендантский аэродром. Ну, в общем, все, что в той стороне связано с названием комендантский, вот как раз там выделяли территорию под эти комендантские дачи для коменданта крепости Петропавловской. Вот эти ворота тоже их несколько раз перестраивали. Понятное дело, что они не сохранили прям первоначальный облик. Одна из таких грустных версий названия этих ворот – это ворота смерти, потому что тех, кто содержался в тюрьме, последствием которых приговаривали, допустим, к смертной казни, их выводили через конкретно эти ворота и дальше по Неве увозили в нужном направлении, так сказать. Есть еще интересная, точнее как, была очень интересная традиция, связанная с комендантом, это, соответственно, комендантская пристань. Когда на Неве начиналась навигация, то именно коменданту нужно было совершить ритуал. Здесь, кстати, взяли за прототип традицию венецианских дожей. Там у них есть ритуал, так сказать, обручения этого венецианского дожа с адриатикой. Так вот, когда начиналась навигация на Неве, комендант брал такую торжественную серебряную чашу, набирал Невскую воду и подносил торжественно императору. Император эту воду выплескивал, ну, возможно, на провинившегося своего подданного, не знаю, наполнял эту чашу золотыми монетами и отдавал коменданту. То есть у коменданта была еще важная функция хранить, соответственно, казну Петропавловской крепости. Здесь отдельно были деньги, хранить всякие ключи, в том числе от захоронения, от нагробий. Ну, в общем, много всего. Так вот, возвращаясь к традиции навигации на Неве, вот с этой чашей происходил ритуал, потом стреляла пушка и все, и начиналась навигация и экскурсии по рекам и каналам. И вторая такая традиция интересная. Поначалу комендант должен был сходить на рыбалку, да-да, на рыбалку, на Неву, поймать осетра и приготовить с этим осетром торжественный ужин для императора. Впоследствии комендант уже не ходил на рыбалку, а покупал на рынке этого осетра, но традиция какое-то время сохранялась. То есть, все-таки, очень было важно, все, что связанное с морем, с кораблями. Вот, собственно, ну, почему вот этот ритуал существовал? Именно поэтому, потому что важность морского дела была первостепенная. Ну, давай вернемся в крепость. Стены Петропавловской крепости, кстати, одеты в гранит во время правления Екатерины II. Есть такая байка. Дело в том, что с другой стороны, вот, получается, это южная сторона крепости, с той стороны с северной крепость, стены крепости остаются краснокирпичными. А здесь облицована гранитом. Екатерина II смотрела из зимнего дворца, из окон дворца, и ей не нравился вот этот вот облик, что все такое гранитное, серо-коричневое в городе, а здесь какой-то яркий кирпич. И она приказала облицевать стены крепости, что было сделано с этой стороны. А вот тут у нас еще знаки, которые означают, в общем-то, высоту воды при разных наводнениях. Вот, кстати, можно здесь увидеть, насколько культурный слой поднялся, потому что это примерно уровень Петровского Петербурга, примерно. И насколько сейчас выше вообще все, насколько выше мы сейчас ходим. Ну и несколько наводнений. Вот, например, 1824 год, это как раз-таки наводнение, описанное в Медном саднике Пушкина, одно из самых катастрофичных. Можете себе представить, уровень вот тот, и вот столько было воды. 1777-й, это правление Екатерины II, тоже тогда смыла фонтаны в Летнем саду, и она их после этого решила не восстанавливать. 1924-й, еще одно наводнение, тоже достаточно значительное. Да, 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 вот 2024-й, это как раз каждые 100 лет. Что же будет, что же будет, страшно подумать. Ну, все наводнения в основном происходят в ноябре, в октябре, когда уже плохая погода, дует очень сильный ветер с залива. Ну, а тогда, мало того, что просто, ну, много воды, это много повреждений, так еще большинство людей, подавляющее большинство, не умели плавать. Умели только моряки, ну, там, не знаю, рыбаки. 99% населения плавать не умело, поэтому, если ты не успел куда-то забраться и спастись, то ты не спастся, все. Вот там, если пройти, стоят такие 12 стульев. А посредине, ну, как такое, дерево любви, дерево жизни, эти 12 стульев, это современная скульптура, она сначала стояла в летнем саду, потом ее сюда перенесли, в крепость. Символизирует то ли циферблат, то ли 12 месяцев года, 4 стула побольше, то есть это как 4 времени года. Ну, в общем, такое. Символично, красиво, но по-современному. Кстати, возвращаясь к вопросу про Венецию и про Амстердам, почему город Петра называют Новый Амстердам или Северная Венеция. Корректно все-таки называть Петербург, если уж говорить об этом, то все-таки это Северный Амстердам или Новый Амстердам, не суть важно. А с Венецией сравнивать все-таки не очень корректно. Дело в том, что Петр Первый не мог задумывать этот город как Венецию. Амстердам, да, он там был. Поэтому, в общем-то, вот эта архитектура, ранняя Петровская барокко, она привнесена оттуда. Плюс концепция рек и каналов тоже оттуда. Петр Первый хотел побывать в Венеции, и он даже отправился туда. Но по дороге ему пришло послание, письмо о том, что в Москве вспыхнул очередной бунт стрельцов. Это тогда Софья, если помните, мутила дела. И он экстренно развернулся и поехал в Москву подавлять этот бунт. Поэтому до Венеции он так и не доехал, и очень маловероятно, что город, в котором он никогда не был, взят был за какую-то там концепцию. Вот здесь я бы хотела показать, мы сейчас поговорим отдельно о Петропавловском соборе, за ним располагается здание Великокняжеской усыпальницы. И хоть оно сделано в стиле тоже барокко, максимально подобном собору, но время его строительства – это уже начало XX века. Там три разных архитектора трудилось над этим, гримм Томишко Бенуа. И вот они создали проект, который был бы гармонично сочетался. А рядом возле него – это комендантское кладбище. Как раз-таки коменданты, если они умирали здесь в крепости на посту, а было это часто, потому что комендант здесь находился регулярно. Кстати, это всегда были очень опытные личности, боевые генералы. То и хоронили их здесь же. Поэтому здесь вот отдельно, но сейчас еще ранняя весна, и все эти надгробия закрыты, нельзя их увидеть, но скоро, я думаю, откроют. Так вот, по поводу собора. Да, ушки у меня-то слетели. Как только крепость стали строить, здесь внутри, как в городе, стали появляться, ну, скажем так, первое строение. Например, первая аптека. Аптеки, в принципе, при Петре появились вообще на Руси. Она была здесь, в городе. Ну и собор тоже стали строить сразу. И если, опять же, представить некоторый шок людей того времени, я вот, например, подставлю картинку, как церкви и соборы выглядели на Руси до этого, хотя прекрасно все представляют. Это купольная система, это очень маленькие окна, а очень маленькие окна были связаны раньше, в первую очередь, с тем, что не могли, ну и не умели делать стекла большого размера. Вот. И тут такое. Вот на контрасте с теми церквями собор, который в плане прямоугольный. Очень высокие окна. Внутри пилоны, колонны, которые расписаны под мрамор. Там картины. Ну, то есть, абсолютно нетипичные. Плюс вот эта конструкция со шпилем, это основная такая странность. А Петр Первый хотел построить именно шпиль. По большому счету, можно назвать, ну, скажем так, что это корабль с мачтой. Ну, опять же, возвращаясь к любви Петра, к морскому делу, вспоминая барельеф, на этом месте изначально стояла другая конструкция, деревянная церковь. И когда стали строить Трезини, кстати, я сказала, что архитектор Трезини, Доминик Трезини, стали строить конструкцию этого собора, Петр Первый хотел, чтобы в первую очередь была построена башня со шпилем, а потом все остальное. И его стали строить как бы снаружи вот той церкви деревянной. То есть церковь находилась внутри, там велись службы. Потом Петр Первый умер, туда поставили гроб с телом императора, потом еще несколько родственников умерло. И вот таким вот образом это происходило. То есть работает церковь, ну, в смысле, открыто, да, для богослужений, для людей. А здесь идет стройка. Петр Первый умер в 25-м году, а тело не похоронили. И потом уже к власти пришла Анна Иоанновна, это был 31-й год, и она сказала, да сколько можно, у нас в центре столицы как бы труп незахороненный. Привет, Москва! Даже несколько. Ну и все, и вот спустя только 6 лет тело Петра было погребено здесь. А почему Петр Первый хотел шпиль с красивой башней? Потому что в Голландии он купил прекрасный музыкальный инструмент, коррельон, а также часы для, собственно, для башни. Но дело в том, что этот коррельон, который мы сейчас слышим, он, но это уже другая версия, это позже Фландрия подарила. А Первый коррельон и Первый Чесенний, к сожалению, в пожаре погибли, потому что у шпиля, вместе с ангелом, кстати, тоже, ангел, вот этот, который сейчас, это уже четвертая версия, так вот, у самого первого шпиля со всем вот этим вот не было громоотвода, и молнии попадали часто. И вот в какой-то раз молния так сильно повредила, что начался пожар сильный, был уничтожен, и коррельон, и часы, и ангел, все. И заново пришлось все это перестраивать, отстраивать. Красиво. В этом коррельоне, который сейчас здесь играет, там, по-моему, 52 колокола, плюс еще отдельно звонница, ну, то есть, это максимально рекордное количество колоколов. И сейчас еще пару слов о соборе я скажу, а здесь у нас здание монетного двора. Да, опять же, основан он был здесь при Петре, точнее, даже не основан, а его перенесли из Москвы, потому что Петру Первому в рамках ведения войны монета была нужна, ну, прям, прям, нужна, нужна, деньги нужны были. Да, пойдем сюда. Вот. Здание, это, конечно, уже перестройка уже 19 века, но интересный случай. Значит, раньше здесь действительно изготавливали деньги, и наши монетки, которые еще, наверное, у многих лежат в кошельках, а может, уже и не лежат, лично у меня нет, но сейчас здесь, насколько я знаю, денег не делают, там только юбилейные монеты, наградные, всякие истории ордена, монетки для метро, токены тоже здесь долгое время делали. Изготовили когда-то здесь серебряную раку, в которой находились мощи Александра Невского. Сейчас, как известно, мощи Александра Невского у нас в Александра Невской лавре, а эта рака серебряная хранится в Эрмитаже, экспонируется. Так вот, если вы захотите попасть, например, в монетный двор как в музей, вы туда не попадете. Потому что до сих пор это закрытое предприятие, это режимный объект, это, по сути, просто промышленное предприятие. Уникальный случай, что на территории музейной, на территории Петропавловской крепости вот так вот отдельно стоит предприятие, и юридически друг к другу они отношения никакого не имеют. Ну, то есть туда попасть невозможно. Здесь масса разнообразных музеев, можно сходить в собор, можно подняться на, как раз таки, на башню. Можно сходить в замечательный музей истории Петербурга, который как раз таки в Комендантском доме расположен. Там, ну, собственно, история города. Есть очень интересный макет, доходный дом в разрезе. Показана та самая вертикальная сегрегация. В общем, при случае очень рекомендую сходить именно в этот музей. Ну, еще тут масса, вот допустим, музей пыток, сибирские левша, тут вот миниатюры, ну и так далее. Можно подняться на Невскую панораму, погулять по куртине, то есть по стене. Так вот, мы ушли от собора, а еще я хотела, да, еще я не сказала, конечно же, что там рядом располагается ботный дом, архитектор Вист. Как я уже говорила, изначально ботик Петра, когда его перевезли из Москвы. Он располагался в Государевом бастионе, а потом для него построили отдельное здание. Архитектор Вист, он, скажем так, попал в немилость за то, что он разработал это здание, но он не предусмотрел одного важного момента. Двери были сделаны маленькими, и пришлось, чтобы внести туда этот ботик, разбирать стену. А сверху на этом здании скульптура, там аллегория навигации как раз таки. И архитектор, по-моему, Йенсен эту скульптуру делал, точнее, скульптор. Его всякие скульптуры, вазы и так далее во множестве расположены по городу, в частности, на крыше Эрмитажа Зимнего дворца там очень много его скульптур. В ботном доме сейчас у нас кассы располагаются, и там стоит точная копия ботика, потому что настоящий ботик какое-то время назад принесли, и сейчас он военно-морском музее, который, к слову, я тоже рекомендую всем к посещению. Я не скажу, что я фанат военно-морского дела, но вот конкретно тот музей мне в свое время очень понравился, там действительно интересно, не только, если вы интересуетесь кораблями. Петропавловский собор довольно быстро стал усыпальницей для семьи Романовых, практически все похоронены там в этом соборе, если туда зайти, там стоят такие саркофаги надгробия из каратского мрамора, они практически все сделаны такие светленькие, за исключением двух Александра II, его супруги, там отдельно Яшма и Орлец, красный и зеленый, но они пустые, потому что все захоронения всех царей, они находятся глубоко под полом. Была целая система, как хоронить члены императорской семьи, либо правящего, либо нет, там готовили тело, вынимали органы в отдельную урну, их складывали, все это в гроб металлический, этот гроб еще в один более красивый гроб, потом в соборе разбирался пол, выкапывалась яма, туда это все складывалось, засыпалось, и пол дальше, ну, соответственно, восстанавливался, поэтому, если вы рассчитываете на то, что вы зайдете в собор, и там вот в саркофагах все они лежат, нет, они внизу, но по сути, да, это как бы кладбище. Двух членов императорской фамилии нет, Петр II, который, так, что происходит, который умер в Москве, и нету Иоанна VI Антоновича, этот несчастный ребенок, который младенцем волею судьбы оказался на престоле, а потом пришла к власти в результате очередного дворцового переворота Елизавета Петровна, его отправили в Шлиссельбургскую крепость, и там он рос, а потом его еще попытались освободить под руководством Мировича, и в этот момент ребеночек оказался мертвенький, в общем, судьба у человека максимально несчастная, но там он похоронен, вот, но все остальные члены императорской фамилии похоронены здесь, и когда уже в конце XIX века стало места в соборе не хватать, вот тогда вот стали строить ту самую великокняжескую усыпальницу, там уже предусмотрели 64 места, то есть так, парные места для мужа и для жены, но заполнены они далеко не все, потому что потом довольно быстро наступил 1917 год, и те из Романовых, кому удалось спастись, они эмигрировали, вот, а мы тем временем подошли к прекрасному знаковому месту, если можно так сказать, тюрьма Трубецкого бастиона, еще один замечательный музей, который стоит посетить, когда я училась на курсе гидов-переводчиков, нам наша прекрасная преподаватель Юлия Владимировна говорила, сходите в тюрьму, там интересно, Юлия Владимировна, привет, если вы это смотрите, там действительно интересно, сходите в тюрьму, я гарантирую, там, в общем-то, показаны камеры, как они, ну, не то, чтобы они сохранились в первозданном виде, но само устройство, структура тюрьмы, какая она была, дело в том, что тюрьма была суровая, в первую очередь, своими условиями, это было одиночное заключение и полная изоляция от внешнего мира и от каких-либо коммуникаций, запрещалось общаться с, соответственно, с надсмотрщиками, со служителями тюрьмы, стены, да и пол отбивались дополнительно мягкими материалами типа войлоком, сверху клеились обои, чтобы преступники не перестукивались между собой и и служители тюрьмы носили специальные такие мягкие тоже дополнительные тапочки, чтобы их шаги были бесшумны, то есть это отсутствие общения, тишина, там активно боролись с крысами, с мышками, с тараканами, опять же, от такой вот скуки, когда ты в одиночном заключении в этом, наверное, и с тараканом общаться начнешь, даже это не допускалось, окна сделаны в этой тюрьме тоже таким образом и высоко и глубоко, чтобы даже арестант не мог прикормить какого-нибудь голубя или другую птичку, вот, и от такой вот изоляции в принципе некоторые сходили с ума или кончали жизнь самоубийством, вот известный пример Мария Ветрова народоволка, она была из тайной типографии, когда сюда попала, она недолго тут выдержала, она облила себя керосином из керосиновой лампы и подожгла, и умерла она не сразу, мы можем выйти здесь как раз, умерла она не сразу, и священник, который ее исповедовал, задавал ей видимо вопросы, либо она ему сама перед смертью призналась о том, что вот да, она физически не смогла этого вынести, вплоть до того, что в дверях вот этих камер был глазок зеркальный, то есть непонятно было, в какой момент за тобой могут наблюдать, и она смущалась даже переодеться, там что-то с себя снять, вот, но после этого керосиновую лампу из тюрьмы убрали. вот мы покидаем крепость, как видите, и здесь дальше идет укрепление, это второй Алексеевский Равелин, и вот здесь примерно на этом месте на территории Алексеевского Равелина была еще одна тюрьма когда-то, секретный дом, она не сохранилась, это здание из-за того, что оно обветшало, его просто снесли в какой-то момент, пойдем в эту сторону, но именно в этом секретном доме много кто содержался из примечательных личностей, например, первыми арестантами там были декабристы, а, ну да, к слову, как раз вот эта система одиночного заключения, она была разработана и сделана в первую очередь там, в этом секретном доме, все камеры одиночные, и если преступников было мало, что там, что здесь, в тюрьме Трубецкого бастиона, их старались сажать через камеру, как минимум, но опять же, чтобы они не пытались между собой общаться, а первые декабристы, которые попали в секретный дом, это братья Бестужевы, они разработали специальный код, там такая таблица с алфавитом, и все буквы, у каждой буквы, в общем-то, был номер ряда и номер строки, столбца и строки, и, ну, собственно, по номеру перестукивали, поэтому многие, народовольцы в том числе, они знали, что рано или поздно они могут оказаться в этой тюрьме, поэтому они заранее этот код выучивали, вот, ну, и как раз в тюрьме в секретном доме содержался Фёдор Михайлович Достоевский, 8 месяцев он здесь просидел с остальными петрашевцами, здесь Чернышевский содержался и написал роман «Что делать?». Интересно, кстати, забавный факт, что в то время преступники, так сказать, против царского режима могли сидеть в тюрьме и при этом писать всякие произведения против этого царского режима. Ну, то есть это к вопросу страшной кровавости. Тогда ещё в те времена, во времена существования секретного дома здесь можно было передавать арестантам и одежду, и какие-то там дополнительные материалы, пищу, какие-то передачки. В том числе они имели доступ к бумаге, к перу, к чернилам, к некоторым книгам, потом режим ужесточился, и максимум, что позволялось арестанту, это Библия. Вот, собственно, и всё. К слову, ещё тоже по поводу XX века на территории Петропавловской крепости здесь после войны часть помещений была отдана под коммунальные квартиры, поэтому здесь просто жили люди, называли себя в шутку крепостными, хотя, впрочем, какие шутки, они и правда были крепостными в тот момент, но постепенно, постепенно все эти квартиры были ликвидированы, и вот, по-моему, только где-то вот в этом доме, что ли, ну, рядом, какой-то один мужичок очень долгое время не сдавался, буквально его несколько лет назад, что ли, выселили, ну, как несколько, не так давно, скажем так, ему там вырубили воду, свет и все остальное, он все равно не сдавался, продолжал здесь жить до последнего, Петропавловскую крепость хотели снести, в частности, молодое советское правительство, Зиновьев, предлагал снести, ну, типа, скажем так, почему, какая была мотивация у советского правительства, очень простая, что это крепость, построенная кровавым царским режимом, узурпаторами, поработителями народа, и вот, зачем она нужна, надо ее снести, но Ленин, кстати, наоборот, был против, он предлагал крепость эту оставить, как такой стратегический объект, ну, потому что она действительно всю свою историю, она была классным стратегическим объектом, абсолютно хорошо укрепленным в боевой готовности, вот, поэтому, поэтому крепость и по сей день стоит. Тюрьма еще в начале 20 века здесь была, ликвидировали ее только, по-моему, в 24 году, забавный факт, что некоторыми первыми экскурсоводами, когда здесь организовали музей, были бывшие арестанты этой крепости, ну, а кто знает крепость лучше, чем сидевшие здесь лица, вот, ну, что ж, мы прошли весь Зайчий остров, здесь небольшая территория, вот в эту сторону, это тоже называется стрелка Зайчьего острова, как раз вот эта часть, которая выдается туда, и смотрит она на стрелку Васильевского острова. Вот и небольшой экскурс по территории Петропавловской крепости закончился, на сегодня у меня все, будет еще много интересных историй, с вами была Ира Гид в шляпе, она же Гид с ушами, всем спасибо, всем пока.